Детское время 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 Ну, сомнений не было Как только детский сад А с чего начинали, если не секрет? С названия? С какой-то идеи? Какая-то концепция ведь есть? Начинали с названия, конечно Долго выбирали? Нет, не очень Быстро Моим детям Пришло в голову Такая Скажем так Из детского мультика Любимого Вопрос у меня такой Как вообще Подобрать качественный Хороший персонал Для своего детского сада? Вот это ведь Такая главная Вообще задача Не скажу, что проблема Но цель Нужна все-таки Чтобы оправдалась Чтобы люди были Квалифицированные У меня просто уже были Знакомые специалисты Вот Поэтому, скажем так У нас в этом не было Проблем Подбора У нас не было Наталья, как давно Вы уже в сфере образования Работаете? Ну, я работаю очень давно Я закончила учиться Пришла работать Музыкальным руководителем В детский сад И все время Работаю только Музыкальным руководителем Это вот тот самый педагог Который у детей Ассоциируется с пианино С каким-то К удивительными Музыкальным инструментами И песнями Которые остаются С нами Надолго-надолго Не надоело вам Вот Работать именно В одной Какой направленности? Вы знаете, нет Или это призвание? Ну, наверное, призвание Да А потом дети Всегда они разные Новые Новые И поэтому Все время Все новое Никогда ничего Не повторяется И от этого Наверное Очень интересно Я долгое время Работала в муниципальном Детском саду А потом вот пришла К Наталье Владимировне В Лунтик И у меня тоже были Предупреждения Против вот Такого Рода Детских садов Но теперь Поработав здесь Достаточно уже долго Я пришла к выводу Что это Очень перспективное Направление И детям там Очень хорошо Комфортно Их не так много Как в муниципальном саду К ним Больше внимания Больше возможности Реализовать Свои какие-то Вот задумки В них И вот Если взять Мой опыт Если в муниципальном саду Мне допустим Не хватало Времени На то Чтобы обратить Больше внимания На детей Маленьких Потому что Есть подготовительные группы У них больше праздников У них больше Всяких занятий И конечно Основное внимание Для них А здесь у меня Появилась возможность Позаниматься С маленькими детьми И вы знаете Они такие Дают результаты Если бы мне сказали В свою бытность Что маленькие дети Такое могут Я бы не поверила Ну вот Все с опытом приходит Да Поэтому никогда Не надъедает Потому что Сколько лет Десятилетия я работаю И мне не надъедает Это Видимо Специалисты Те которые к вам приходят Они у вас надолго остаются Да У нас текучки нет Это хорошо Юля Ну вы как мама Так получилось Что вы стали ходить В детский сад Лунтик Как произошло Вот этот выбор Вообще Решили ребенка отдать В детский сад Ведь кто-то Не отдает С бабушками С нянями сидят Вот у вас Какая была цель Какая задача Детский сад Это прежде всего Развитие Я хотела Чтобы мой ребенок Развивался Все равно Дома такого развития Не получится Это и разнообразие И занятий И разнообразие питания Такого дома не дашь Но это была основная цель Чтобы ребенок мой Развивался Причем моя дочка Пошла с раннего возраста В садик С полутора лет Нас взяли туда На небольшое время Сначала мы ходили Потихонечку Привыкали А затем уже с полутора лет Мы начали ходить Целый день И я видела Что моему ребенку Нравится ходить В детский сад Что ему нравятся Преподаватели Педагоги Не было таких вот слез Не хочу Слез вообще нет Не было Больше всего Я переживала Что все-таки Дома достаточно Расслабленный режим Встаем в любое время А тут режим Все правильно Никаких проблем Не было Ни с режимом Ни с Не хочу Не хочу Одеваться Не хочу Вообще В садик Такого я ни разу От своей дочери Не слышала Наверное Обратно не утащишь Домой Да Приходишь За ней Пораньше Чуть-чуть После ужина Сразу И Она говорит Я не наигралась Почему так рано За мной пришли Приходите к десяти Я как раз Пойду спать Домой Да Какие-то результаты Я не знаю Начали петь Танцевать Стихичные Результаты Очень хорошие Сколько лет Вашей дочке Моей дочке Сейчас 3,10 Результаты Очень хорошие Садик уже 2 года Ну и несколько месяцев 4 месяца Очень хорошие результаты Очень много стихотворений Знает Песни поет Танцует Развитие в садике Очень хорошее Но кроме того Что творчески Развивается ребенок Еще и У нас начинаются Занятия уже По По грамматике По математике Я смотрю На сверстников Которые ходят В другие Даже в обычные Муниципальные Детские сады И вижу Что мой ребенок Не отстает Где-то опережает Своих сверстников Ровесников И меня это Очень радует Я очень довольна Тем, что мы Посещаем этот садик Ну как давно Вы открылись Как давно Вы работаете Какая может быть Концепция Ведь есть какой-то Я не знаю В школах Учебный план Какая-то технология Применяется Для обучения Направление Вы Какие программы Ориентируете Как давно Работаете Так Ну работаем Мы Значит С 2010 Года Весной 1 апреля Открылись Вот Работаем Мы В программе От рождения До школы Васильевой Вот Эта программа Специально Рассчитана Для детских Дошкольных Учреждений Она соответствует Вот Федеральным Государственным Стандартам Которые Сейчас Вот Примутся Вот Мы Опираемся Конечно В основном На нее На эту Программу Ну и Основной Целью Является Обеспечение Всестороннего Развития Детей Забота О его Эмоциональном Благополучии Забота О его Здоровье Охрана Жизни Социализация Ребенка Вот Это Основные Наши Направления Также Большое Значение Мы Придаем Гендерному Воспитанию Наталья Владимировна Расскажет Это что-то Новенькое Ну это Важно Для развития Ребенка Посещая Детский Сад Малыши Привыкают К тому Что Мальчики Играют Машинками Девочки Играют Семью Ну да Мам Папе Вот То есть Как бы У мальчиков Обязанность Скажем так И маленькие Мамы Это же мужчина Говорит Моя дочь То самое Может быть Чего Не было у нас Я не знаю В моем детском саду Я этого не помню Вот честно Не могу Но сейчас Но сейчас Это выходит На первый план И я считаю Что это Очень правильно С детства Подчеркнуть Что Девочка Это мама Мальчик Это папа И что семья Это основа Основ Ну и потом Вот еще Здоровьесберегающая Технология Мы учим детей Бережно Относиться К своему здоровью Вот И К здоровью Окружающим Формируемые привычки Здорового Образа жизни Это очень хорошо Мне кажется Потому что сейчас Это самая главная задача Не только в садах Но и вообще В нашем государстве Друзья У нас есть для вас вопрос Который Мне кажется С большим удовольствием Сейчас вы на него ответите Если являетесь Поклонниками Шоу Голос Который так успешно Идет И привлекает С каждым разом Все больше и больше Талантливых людей В том числе и детей Совсем скоро Вот уже 22-го От числа К нам приезжают Звезды детского Голоса В КРЦ Звезда И мне кажется Сходить своего ребенка Да и самим сходить Будет интересно Давайте-ка Вам вопрос Назовите нам Победителя Первого сезона Шоу Голос Дети Если вы знаете Кто это Звоните 202 1122 Ну а у нас Сейчас пришло время Немножко так Развлечься Посмотреть Небольшой фрагмент Стихотворения Ваших детей По какому поводу Были эти вот Записанные стихотворения Ну это у нас была подготовка К 8 марта Вот праздник такой у нас Понятно, что всех мы не можем показать Чуть-чуть Хочется немножко для вас Друзья Настроение такое создать Мне кажется Сейчас у вас это получится Будьте мамой в пивках Ты не пясть А у налог Это же мамочка моя Очень добрая она Сколько звезд на небе Всех не сосчитать Эти звезды маме Подарю опять И однажды утром Глядя на меня Мама улыбнется Звездочка моя Мама, как тебя убьем? Не знаю я прямо Я обошел на колобел Дам название Мама Я пеку, пеку, пеку Дедам все папеяшку А сами мамечки Испеку папеяшка Кушай, кушай мамечка Кушай, ребятачках А ребятках повалу Пеляшками угасу Кушай, тебя я ищу Детское время Сегодня мы в универсальном формате И мы разыгрываем данный момент Пригласительный на шоу Голос дети 22 ноября КРЦ Звезда Кто же был победителем Первого сезона Сейчас выясним Алло, здравствуйте Как вас зовут? Лариса Васильевна Очень приятно Лариса Васильевна, скажите У вас какие воспоминания О детском саду есть? У меня никаких Я в детский сад не ходила А почему вам родители Не объясняли это потом? Нет, вы знаете В то время Просто не было возможностей Ну а дети, внуки Вы в детский сад отдавали? Дети, внуки В детский сад ходили Да, и ходят Очень довольны Понятно Ну как вы считаете Что самое главное В детском саду? Воспитатель Которая надолго В памяти останется Что ж Давайте сейчас Отвечать на вопрос Знаете ли вы ответ Кто же стал победителем Первого сезона Детского голоса? Естественно Алиса Кожикина Отлично Правильно Поздравляем вас С победой Спасибо большое Друзья Ну что Совсем скоро Будем разыгрывать Пригласительный билет На спектакль Петрушка Рататуй Музей Модерна Я думаю Что сейчас Тот кадр Который мы вам предложим Для разгадывания Сразу же угадайте Если угадаете Звоните 202 11 22 Внимание На экран Из какого же мультфильма Этот кинокадр Если есть у вас Какие-то догадки По этому поводу Пожалуйста Звоните 202 11 22 Что ж Кто-то говорит Что ребенка Не нужно отдавать Детский сад Кто-то Ждет возраста 3-4 года Кто-то Вот как наша Сегодняшняя мама Юля Отдала свою дочку С полутора лет Вот есть ли какой-то Идеальный возраст Для того Чтобы отвезти Ребенка в сад Ну конечно Психологи давно уже Ответили на этот вопрос Что самый оптимальный Возраст Начать посещать Детский сад Это 4 года В это время Ребенок уже Достаточно взрослый Он уже Может на какое-то время Остаться без мамы Без всяких страхов И в это время Формируется Потребность Общения Со своими Сверстниками Можно конечно В 3,5 года Начать Уже немножечко Приводить ребенка В детский сад Чтобы процесс Адаптации Чтобы процесс Адаптации Начался И спокойненько К 4 годам Завершился Вот этот возраст И считается Самым оптимальным 3,5-4 года Ну а как быть Мама работает Папа работает Бабушки Работают Такое тоже бывает Или живут далеко Вот Исполнилось полтора года Кто-то няню Нанимает Кто-то ведет Детский сад Полтора года Это тот возраст Который все-таки Тоже можно Отправить ребенку Ну конечно можно Но все-таки До 3 лет Ребенку важна Мама и уход А если мама Воспитательница работает Это наверное Вообще Идеальный вариант Кстати Вот о воспитателях Ведь у многих Именно такие ассоциации Остаются с детским садом Садом У кого-то была Прям такая грозная Воспитательница Которая Прям так вот Я не знаю Дисциплина была И все ее боялись Какой-то подход У вас есть к работе С детьми Это пнутый пряник Или это какая-то Я не знаю Специальная программа Как быть тут Нет У нас самый главный принцип Это любовь Ну всех же нельзя любить Вот разбил он что-нибудь Не полюбишь ты его Но ведь он разбил Это не от того Что он хулиганил Дети вообще не хулиганят Это нам кажется Что они хулиганят На самом деле Они просто Таким образом Да Проверяют Границы дозволенного Границы дозволенного Изучают мир Неожиданное открытие Ну а вот ребенок Когда приходит домой Он рассказывает Что-то там происходит Делится чем-то Жалуется на кого-то Как вот это все Понять Услышать Какие-то проблемы Может быть Или что-то еще Всем ли делится Что происходит По возможности По возможности Конечно же Дочка все рассказывает Чем они сегодня Занимались Но бывают Такие моменты Что например Секрет Она мне говорит Вот сиди и думай Мама Это значит Подготовка идет К какому-то празднику Но пока маме Нельзя об этом говорить Это будет сюрприз Но это приятно Но бывает так Что все-таки Эта детская Ее настороженность Исчезает И она выдаст все Но тем не менее Если спросишь ее Что вы сегодня кушали Чем вы сегодня занимались То дочка все рассказывает И я слышу Что обязательно Конечно Они гуляют Прогулки Обязательным считается Пунктом В их распорядке дня Так как Те же знакомые Мне говорят Что например В муниципальном саду Они не гуляют Холодно Да Холодно Меня это радует Что все-таки Несмотря ни на что Тренируют иммунитет детей И проводят Вот эти вот прогулки Чаще всего Это важно и нужно Это очень важно Это развитие ребенка Движение Каждый день Конечно же Проходят у них Какие-то занятия По лепке Клеют Вырезают Каждый день Проходит обучение Я все это слышу Я все вижу Как у меня ребенок развивается Мне это очень радует А у нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло Здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Людмила Людмила Очень приятно Людмила Ну у вас-то есть какие-нибудь Воспоминания о детском саду? Конечно Для меня прекрасные Воспоминания Может быть Воспоминается Как мне творожная запеканка Манная каша Я любила всех За всю группу ела Все они любили А у вас какие-то есть Воспоминания? Да Там все было вкусно А любили ли спать После обеда? Я вот не помню Что у меня были А сейчас бы Да? Как поспать-то После обеда И каши манной С утра И кисель Отвечайте на вопрос Что же за мультик Мы загадали И получите пригласительные блеты На спектакль Петрушка Рататуй Музей Модерна Ну это мультик Рататуй Да? Как неожиданно Да получилось? Спасибо большое Это правильный ответ Ну и говоря Может быть О каких-то Перспективах Развития Планах Что в будущем? Может быть Это расширение? Может быть Это какая-то Я не знаю Новая программа Новые технологии? Ну Планируем Значит Открыть группу Временного пребывания В выходные дни Что тоже Очень удобно Да То есть Как бы Это будет С утра до обеда Ну где-то Часов С восьми До двух Как бы Родители могут Привезти Своих детей Оставить И куда-то поехать В магазин Там Куда По своим делам Это удивительная Конечно возможность Специалисты у вас готовы К этому? Готовы Да Главное родители Чтобы тоже восприняли Эту идею Мне кажется Пока еще Скажем так Проводите Наверное Какие-то исследования Пока Планируем Да Пробуем Что ж друзья Мы выяснили Что в детский сад Все-таки Ходить нужно И Свои возраста Для вашего ребенка Определяйте сами И здорово Что есть такие Замечательные Очень Уютные Очень милые Детские сады В которых Ребенка Оставить не страшно И собственно Развитие происходит Так Как нужно Как дома Мне кажется Именно такое Наверное Можно девиз Частному детскому саду Сказать Как дома Ну В любом случае Это здорово Спасибо большое Что пришли Друзья Впереди у нас тоже Интересные гости Не переключайтесь Летние каникулы Любимое время детворы Время игр Отдыха И веселья Вот уже традиционно На территории Центра дополнительного Образования Искра С началом календарного Лета Открывается лагерь В этом году Центр распахнул Свои двери Для 130 ребят Наш лагерь Мы открываем ежегодно Лагерь Это одна смена С начала июня И конец июня В лагерях Мы принимаем детей Которые ходят В наш центр А также Близлежащие школы Каждый год Мы пишем новые программы Для лагеря У нас не повторяются Программы Так как это год культуры В этом году Мы у детей Знакомим с разными культурами Бесероплетение Тестопластика Самоделкин Без дела Ребята не сидят Ежедневно на территории Лагеря работает Более 10 кружков Каждому найдется Занятие по душе Для любителей мастерить Кружок умелые ручки Активных ребят Можно встретить На спортивной площадке А веселые мелодии Напевают Вокально одаренные детвора Кроме того Два раза в неделю Воспитанники лагеря Посещают бассейн Откнули Хорошо Такая насыщенная программа Не оставляет равнодушным Ни одного ребенка Мне нравится Лагерь тем Что тут очень много Хороших воспитателей Хороший директор И тем Что тут много Интересных кружков Привет Самара Попробовать себя В роли отважного пожарного И это возможно В такой игровой форме Ребятам напоминают О правилах пожарной безопасности Детям очень интересно Увидеть пожарную машину И посмотреть Как сотрудники работают В своей части Это наши старые друзья Мы каждый год приглашаем их в гости Я поливала шланга Было очень интересно Как на самом деле делают пожарники Когда тушат огонь А это уже выставочный зал В котором хранятся самые яркие работы Сделанные за время лагерной смены Также здесь собраны И произведения воспитанников Центра Искра Посмотреть на эту красоту Приходят даже ребята Из других школ Спортивные соревнования Интересные мастер-классы Веселые игры Творческие вечера А главное Хорошая компания Пожалуй это все Что необходимо Для яркого отдыха И веселых каникул Летний каникул Это хорошо Но есть и учебный год И зимний каникул И вообще круглый год Ребенка чем-то хочется занять И поэтому с большим удовольствием Представляю вам Наших следующих гостей Они мне кажется Расскажут и пригласят Всех-всех-всех Мальчишек и девчонок К себе И мне кажется Что вы заинтересуетесь Итак У нас в гостях Центр дополнительного образования Детей Искра И с нами здесь Заведующая организационно-массовым отделом Наталья Быкова Здравствуйте И Анна Плотникова Заместитель по учебно-воспитательной работе Мне кажется Что это вот такие Люди Которые вот как раз таки Не вот что педагоги Педагоги строгие А именно вот культурно-массовый Как говорится Сектор Который отвечает За всякие разные праздники Это так Вы именно творчеством занимаетесь? Да Понятно Как давно вообще Вот с детьми начали работать И стали трудиться? Я в центре работаю уже 14 лет Поэтому как бы опыт работы с детьми есть И уже знаем, что дети хотят Готовим все призы всевозможные Понятно Ну вот, например, как стать, я не знаю Заведующей организационно-массовым отделом Это ведь нужно какую-то, я не знаю Иметь такую кладезь идей в своей голове И как-то так это все восполнять Это все приходит с опытом Наши воспитанники меняются каждый год У воспитанников растут потребности Мы стараемся под них подстраиваться Поэтому каждое новое технологии Как бы поколение Привносит свои новые идеи И педагоги, в том числе Молодые педагоги очень много дают новых идей Ну и педагоги, которые у нас работают давно Никогда не отстают Как давно вообще существует ваш центр И что вы так, оказывается, давно в нем работаете? Сколько же лет открыт? Наш центр был основан в 93-м году То есть уже более 20 лет мы работаем И чем же таким интересным Как бы можно заняться ребенку в вашем центре? В нашем центре воспитанники могут научиться Не только быть ловкими, сильными и умелыми То есть это объединение по спортивной направленности Но и научиться творчеству, вокалу, хореографии Театральному и кукольному искусству А также различному декоративно-прикладному творчеству Мы научим ребят и рисовать, и вышивать И заниматься различным творчеством Ну вы сегодня нам принесли такие вот интересные поделки Кому, как бы, вот что за педагоги занимаются такой красотой? Эти поделки, эти елочки у нас готовятся к районному конкурсу Вот она, какая наша елка Мы все ждем новогодних праздников Поэтому готовимся к ним очень как бы вот успешно и плодотворно Наши воспитанники, как вы видите, учатся и бумажной пластике Обратите внимание, некоторые елочки сделаны из бумаги А также различным декоративно-прикладному творчеству Наталья, ну вообще взрослые-то умеют у вас такое делать? Ну у нас все педагоги Ну потому что я вот, если честно, сложно представить Занимаются творчески, очень творческие люди И педагоги у нас активно очень участвуют И в оформлении самого центра к праздникам Мы все делаем исключительно своими руками Надо ваших дизайнеров к нам пригласить, украсить телеканал На самом главном дизайнером является директор Татьяна Юрьевна И все идеи ее мы стараемся воплотить в жизнь Все ее задумки Наш центр ежегодно принимает участие в городском конкурсе По оформлению учреждений образовательных И не только внутренних оформлений Не только внутреннему, как бы Но и непосредственно фасадов и территории центра Поэтому вот чуть ближе к нашим новогодним праздникам Мы вас приглашаем посмотреть, насколько это все красиво и творчески украшено В этом конкурсе мы ежегодно принимаем участие И занимаем призовые места, что немаловажно Ну специалисты, которые работают в вашем центре Это люди с педагогическим образованием по разным направлениям Сколько вообще народу, так скажем, работает сегодня? В нашем центре работает более 126 педагогических работников, сотрудников Династии, наверное, есть какие-нибудь? Конечно В нашем центре более половины сотрудников имеют первую и высшую категорию Есть и отличники народного образования Кандидат педагогических наук и магистр педагогики Наши сотрудники методического отдела ежегодно разрабатывают программы инновационные Которые принимают участие в различных областных и городских конкурсах Стоит также отметить, что мы в этом году провели и организовали Открытую интернет-конференцию, которая называется «Наука, творчество» То есть новые технологии тоже, да, у вас активны? Да, интеллект И в ней приняли участие школьники не только города и Самарской области Но и воспитанники, и юные исследователи города Севастополя, республики Крым То есть у вас телемост такой практически, да? С ними налажена связь? Конечно И как ребята вообще наши реагируют, самарские, на такие вот интересные? Знаете, очень большое количество ребят принимает с удовольствием участие Как бы несмотря на то, что это зачастую на городском уровне Для начала проходит Они готовятся к тому, чтобы выходить на всероссийские конкурсы Это и конкурсы «Первые шаги в науку», в которых принимают наши воспитанники участие И летом, несмотря на то, что они продуктивно отдохнули Но они еще и приняли участие в различных конкурсах и фестивалях Как к эстетической направленности Наши хореографы сумели отдохнуть, ну и посоревноваться И приняли участие в таких вот конференциях научных То есть с пользой? Отдохнули с пользой? Конечно Для себя, для здоровья и для души в том числе Ну вот сейчас, если кто-то из родителей, допустим, заинтересуется Ага, есть такой центр «Искра» Что можете предложить ребенку, по каким направлениям? Из середины учебного года практически что-то возможно начать посещать? И как это сделать? Да, наш центр является крупнейшим образовательным учреждением города У нас занимаются более 3000 воспитанников-школьников А также более 500 воспитанников дошкольного возраста Мы располагаем всем необходимым для занятий Специализированными залами Это и актовые залы, и спортивные Это и бассейны, тренажерные залы, и конференц-залы Хореографические, ну и также компьютерными классами И помимо этого, в структурном подразделении центра У нас имеются еще 11 клубов по месту жительства То есть у вас такие филиальчики Да, мини-филиалы нашего центра Где также они являются многопрофильными И ребята там могут заняться Также и техническим моделированием У нас есть и судомоделирование, авиамоделирование Также декоративно-прикладными занятиями Это бумажная пластика, роспись по ткани И бисероплетение Как не разорваться тут, а? От такого количества кружков Все, что угодно Ребята могут выбрать любой клуб Ходить абсолютно в любой кружок И если вот им средь учебного года захотелось Педагоги не против А что нужно родителям сделать для этого? Просто прийти, привезти ребенка И там уже наверняка предложат какие-то, да? Конечно, да Предложат на выбор Если этот подростковый клуб находится рядом По месту жительства этого ребенка То ребенок с удовольствием может ходить в этот клуб И тогда, когда родители нет дома И когда родители не могут, например, его отвезти туда То есть он сам может туда прийти и заниматься Предлагаю посмотреть фотографии Которые вы нам подготовили для эфира И рассказать о том, что мы там видим Пожалуйста Это наши воспитанники Воспитанники хореографического коллектива «Пластилин» Нашему коллективу «Пластилин» более 16 лет Они являются призерами уже и международного, и всероссийского уровня Ежегодно проводятся различные отчетные концерты Как для родителей, так и для воспитанников На базе нашего центра также есть кукольные и театральные студии Кукольный театр является образцовым Мы с радостью ждем ребят Они учатся не только выступать с этими куклами, но и готовить их Вот это ваша гордость, я знаю Да, это наш бассейн Там занимаются воспитанники от 6 месяцев И старше Мы их обучаем плаванию, готовим, закаляем В нашем центре очень часто проводятся выставки по какой-либо направленности, тематические, к праздникам Очень много вокалистов Сейчас мы готовимся активно к новогодним праздникам, как вы видите Для многих деток проводятся утренники В этом году мы активно продвигаем идею в гостях у Самарской Снегурочки И ждем наших воспитанников При нашем центре также есть направление дополнительного образования по дошкольникам Где мы ждем наших дошкольничков, начиная от полутора лет Также есть группа кратковременного пребывания, бесплатная для тех, кто не имеет возможности по каким-то причинам посещать детские сады Есть возможность ненадолго оставить на 4 часа с нашими педагогами, ваших ребят Но какие-то, вот именно к Новому году что-то ожидается, вот кроме Снегурочки и конкурса елок? Вы знаете, к Новому году ежегодно, помимо того, что мы оформляем прекрасно наш центр Проводим различные выставки и работы, присобираем ребят Мы очень часто проводим утренники не только для детей воспитанников, которые у нас занимаются Но и для детей из социально незащищенных и неблагополучных семей То есть это большое сотрудничество с различными ТОСами районной администрации А что планируется на новогодние каникулы? Есть какая-то уже схема, план мероприятий? Ну, на новогодние каникулы подростковые клубы у нас работают Когда все отдыхают, все дети, у кого есть возможность уехать, они уезжают А те, кто остаются дети, они могут посещать наши подростковые клубы В которых педагоги-организаторы организуют для них мероприятия, праздники Также проводятся праздники на дворовых площадках Ну, сложно, 10 дней без творчества и без праздников Причем эти праздники организовываются для жителей микрорайона То есть там участвуют все Вот, и поэтому детям скучать некогда Да еще бы Мне кажется, тут только заходишь, да еще и туда надо успеть И туда надо успеть, и туда надо успеть, друзья Ну, а мы должны успеть еще для вас разыграть приз Совсем скоро у нас состоится выступление нашей гордости Самарской Волжского народного хора И это будет замечательная программа «Волгари поют» Если вы знаете имя какого человека носит Волжский народный хор Позвоните нам, 202-11-22 В честь кого он назван Если у вас есть такие сведения, знания Милости просим к нам сюда в эфир Ну, мы уже поговорили о том, что Новый год не за горами И конкурсы, всякие мероприятия Можно привезти ребенка даже начиная с декабря, да, как бы без проблем А вообще перспективы какие-то, если вот говорить о них Ну, в этом году мы уже начинаем реализовывать проекты Такие как школа инженерного мышления Это что такое? Школа инженерного мышления? Для взрослого страшно звучит Нашими методистами разработана программа Которая направлена на то, что ребенок будет развиваться И развивать свои способности в нескольких областях А также заниматься по техническим направленностям И в этом году мы запустили проект «Я и Лего» Для детей дошкольного возраста Воспитанников групп кратковременного пребывания Эта программа будет развивать у них пространственное мышление Различную мелкую моторику А взрослым можно к вам? Мне кажется, многие взрослые захотят и конструктор-то собирать тоже Вы знаете, наши педагоги, наверное, как раз те самые маленькие дети Которые передают свои навыки воспитанникам И научат их и судомоделированию, и авиамоделированию И различному техническому моделированию У нас есть телефонный звонок, давайте принимать Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга Очень приятно, Ольга Так вы наверняка знаете, может быть, ответ на наш вопрос Чье имя носит государственный волжский русский народный хор? Имени Милославова Конечно, Петра Милославова Спасибо большое вам за правильный ответ Удачно сходите на концерт Наверное, сейчас от вас буквально по нескольку слов Хочется услышать в адрес наших зрителей Камера находится напротив вас По очереди это можно сделать Пригласитесь к себе в центр, пожалуйста Минутка у нас остается Мы ждем родителей и ребят Для того, чтобы они стали нашими воспитанниками Вы можете проведить вашего ребенка уже буквально от 6 месяцев Мы постараемся подыскать вместе с вами то, что интересно вашему ребенку И будем заинтересовывать их Наталья, пожалуйста Я надеюсь, что все ребята, которые придут к нам Найдут себе занятие по душе И смогут реализовать все свои мечты Драм-кружок, кружок по фото Еще и петь охотой за кружок по рисованию Тоже все голосовали Друзья, Искра вас приглашает С большим удовольствием туда сходите Познакомьтесь, посмотрите Найдете что-то себе по душе Спасибо большое вам, что пришли Вам, друзья, хорошего дня, хорошего настроения До встречи Субтитры подогнал «Симон»